Продолжение следует... ...давать клопотания по поводу социальных действий того или иного объектива и так далее. Сегодня, на самом деле, и вы, наверное, не обратили внимания, не знаю, был ли вопрос к сегодня представителям обвинения о том, что прокурор в свое время подал иск о взыскании 185 миллионов, вы, наверное, слышали. То есть, если рассуждать логично, то у него было такое переживание. Переживали за то, чтобы наши деньги украли. Как, в принципе, вся эта сказка, придуманная с самого начала. И руководствовался, наверное, тем несложно понять, чем он руководствовался, о взыскании. Сегодня он отказался от своего гражданского иска. То есть, мы, наверное, все-таки видим, что ничего не украдено, никакая цена не завышена. И для меня это сегодня абсолютно... Ну, во-первых, мне было приятно, что, может быть, они начали наконец-то думать над сутью происходящих моментов, процессов и над тем, что там написано. Прочитали, наверное, первый раз и поняли, что там написано полная ерунда по поводу исковых требований и так далее, и так далее. Поэтому уже вот первый такой отзыв для меня сегодня был знак. Если уже отказывается от взыскания 185 миллионов, которые якобы, по мнению кого-то, не знаю кого, были украдены. Здание стоит, никто его не украл. Пользуется, одесситы сегодня пользуются. Работают в доме местного управления. А что касается, на чьей стороне судьи? Судьи, я считаю, что правосудие не слышит, не видит, вернее, слышит, но не видит с кем и как. Что касается денег, с которых не снят арест? Вы знаете, я не следую. Мне больше интересует все-таки, когда суд примет единственное правильное решение, и скажет, что это все было... Те претензии были необоснованы, исковые требования были необоснованы. Изначально это был такой, знаете, как сегодня несколько раз прозвучало, резонансный процесс. И поправляли, что нет у нас резонансных процессов. На самом деле, не добавляют адвокаты, не резонансный, а политический процесс. Я бы думал, это будет более точно. Поэтому всем это очевидно, по крайней мере, в Одессе уж точно, а я уверен, и в Украине абсолютно. Всем понятно, что это политические процессы, которые закончатся все-таки тем, что законы тоже стоят выше всякой политики. Я на этом делюсь. По поводу присутствия СМИ в зале, что вы, ваша позиция? Вы знаете, моя позиция, я достаточно открытый человек сам, и сегодня, как мэр города, пожалуйста, я наоборот. Чем больше будет возможности показать всю бестолковость данного процесса, тем лучше, в том числе и для меня. Чтобы все посмотрели, на чем, особенно когда будет считаться обвинение, на чем это основывается. Мне наоборот хотелось бы, чтобы как можно больше было средств массовой информации, которые смогли бы за все это отснять, проанализировать и показать. Конечно, те, кто заэнгажированы из СМС информацией, о которой у меня есть инвестиционное задание, будут делать свою работу, но надеюсь все-таки на объективность. Геннадий Леонидович, расскажите, есть ли результаты вашего Европейского суда по правам ЧОПа? Нет, там так быстро это не происходит, к сожалению, к моему сожалению. Но, тем не менее, о том, что мы получили информацию, а нам сообщили о том, что дело принято, это уже достаточно для меня, например, хорошее знание. Потому что иногда люди ждут для того, чтобы дело приняли к рассмотрению или приняли вообще достаточно долгое время. Я надеюсь, что мы и дальше будем отслеживать, надеюсь, может быть, там завалим весь Европейский суд делами. Надеюсь, что все-таки как-то... Повторяю уже сегодня неоднократно фразу, что это резонансное дело, что как-то оно все-таки будет рассматриваться гораздо быстрее, и примут к рассмотрению. Мне хотелось бы, чтобы Европейский суд дал оценку тому, что происходило. И я говорил и буду говорить, что я не понимаю сегодня вновь созданной такой репрессивной машины. В демократичной Украине я этого не понимаю. Когда я прилетаю, и вы, кто меня знает, значит много, никогда не уходил от ответственности, никогда не прятался на никого. Я прилетаю к себе в страну, еду для того, чтобы помочь следствию разобраться, искренне, и организовываются вот эти все задержания. Но я считаю, что это бестолково. Когда мы очень долго говорили о той ситуации, которая была в бывшем Советском Союзе, когда вместо того, чтобы работать с людьми, их хватали, закрывали, пытали и так далее, и так далее. К чему это все? К чему сегодня вот эти действия были? Я думаю, что всему свое время, конечно, неприятно во всем этом жить. Но, тем не менее, наверное, так надо. Так надо, чтобы мы ответили на вопрос. И чем будет больше, как я уже говорил, средств массовой информации, тем больше людей узнает правду. Как это все происходило? Кто вы сегодня видели? Захотели? Подали? Захотели? Отозвали? Документы, вы сегодня слышали часто. Получены? Адвокаты иногда месяцами ждут ответов на турнир. А сегодня, в течение двух дней, чик вот так, с нарушением процессов, процедур определенных законов. Получаются ответы вон. Это все достаточно интересно. На данный момент вытрачено 20 миллионов долларов. Купивля краян плюс ремонт краян 20 миллионов долларов. Вы считаете это нормальной ценой? За эти гроши можно 50 поверх и в Сингапуре купить. Строите в Сингапуре. Вы... 20 миллионов. Вы человек, который достаточно поверхностно разбирается во всем, поэтому не сложно с вами разговаривать. Если бы вы хотели слышать или хотели вникать во что-либо, то я готов к вам картинку. Вы ответ послушайте. Если вам не... Вам же не ответ... Мне ведь поведение потребовало. Зачем вам с конец. Тогда вас поздравили. Вы же не отвечаете. Хорошо. Спасибо. Слушай, ты поправился. И как-то футбол говорит, я не свежий. Ну, приведите в порядок. Приведите в порядок. Спасибо большое. А в Сингапуре вы были? Кравченко Максим, прокурор данного криминального луководства. Какая кількость вопросов была в загальнике? Какие из них были принциповы? Принциповы. Включили какие-то правила? За моими пометками, приглашені ухвали про закінчение, якое, власне, закінчено предоточное заседание и, соответственно, до якої призначено пенсиональное проведение до розгляду. 20 вопросов было заявлено. Одно было усне заявлено мною уже на самому наприкінці заседания, как вы знаете, щодо запасного суддя. Самые принциповые, это те попытки, которые касались, в первую очередь, попытки стороной защиты про закритие криминального проведения в частині обвинувачения Богдановой за частиною 1 ст. 366. Почему оно важнейшее и принциповое? Потому что в разе задоволения указанного попытания мы бы мали, скажем так, проблему с подальшим обвинувачением, оскільки при закритті данного проведения повністю б, скажем так, мінялася б і позиція сторони обвинувачення, я впевнений, що і позиція сторони захисту, але буду говорити про сторони обвинувачення, тому що вказаний висновок, який, власне, і був предметом досудового розслідування у криминального проведения, про яке сторона захисту поплатала закрити у зв'язку з прийнятим рішенням, це той висновок, який, як я вже говорив минулого разу, був представлений для визначення тієї ціни, яка лягла у рішення Одесско-минської ради щодо придбання вказаного нерухомого приміщення. Я маю на увазі приміщення в вулиці Косовська, 2D, місті Одессо. Не зняття арешту з рішенням? Власне, це те, про що ми і боролися, можна і так сказати, впродовж цього досудового розслідування, яке тривало майже два роки, однак активно питання щодо скасування арешту піднялося десь приблизно рік тому. Ми дійшли до того, що все-таки гроші на сьогоднішній день мають статус речового допозу. Це ті гроші, відповідно до матеріалів кримінального провадження, які були здобуті під час досудового розслідування, були предметом заволодіння за версією органу досудового розслідування, власне, до версії, яку ми сьогодні представляємо державне органу. Чому 92 мільйони? Чому 92 мільйони? Тому що відповідно до експертизи, яка була призначена органом досудового розслідування, економічно-товарознавчої експертизи, щодо вартості приміщення, яке на той час притбувалося Одеською міською радою, вартість казаного приміщення була вдвічі менш. Тобто 92 мільйони – це відповідно до тих ринкових цін, з урахуванням тих пропозицій, які діяли на той час від продавців аналогічних приміщень, або приміщень, які могли би зацікавити Одеську міську раду і по розташуванню, і по площі. Вони якраз і, верніше, це приміщення, відповідно до висновку, коштувало, на думку експерта, 92 мільйони з копійками. Ну, якщо ми будемо обрати в мільйонах, то там копійки. Скажіть, будь ласка, чи будете ви клопотати, якщо все ж таки приймуть рішення розглядати декілька разів на тиждень? Ми, як розуміємо, без Києва, а Hyperloop в нас так і не запрацював. Чи будете ви клопотати, щоб це було якось повільніше? Ні, ми не налаштовані на те, щоб затягувати процес розгляду казаного пенального провадження. Ми погоджуємося з усіма тими датами, які будуть запропоновані судом, тому що, кінцеве слово, в будь-якому випадку, за колегії суддів, але, як я вже говорив перешановним судом, те, що в нас велика кількість учасників, і в тому числі прокурори, не мають право, вони зобов'язані забезпечити в таких же кримінальних провадженнях свою участь. І ті провадження, які на сьогоднішній день розглядаються, вони не менш важливі, вони, знову ж таки, не можуть бути, залишатися з остаточним принципом на потім. І це ті провадження, які, насправді, були направлені до суду набагато раніше, ніж це провадження, яке ми сьогодні розглядаємо. Для відома, для довідки, 166 проваджень розглядаються судами. Це ті провадження, які закінчені на СННМ, а якщо я буду говорити про групу прокурорів, яка приймає участь в даному кримінальному провадженні, то у нас 25 проваджень, які розглядаються по всій державі. Безпіклюватися залі судового засідання, як нещовише доводило до відома нашого народу, скажімо так, слухачів та глядачів, ми не будемо заперечувати, тому що на наш погляд немає до цього підставки. Скільки цих томів у цій справі та приблизно сьогодні часу? Час буде чималий, витрачений для того, щоб дослідити всі матеріали, однак я, знову ж таки, повторюся, щодо кількості матеріалів, можу, перше скажу, що це майже 100 томів, десь 90 томів, які щонайменше половину, будуть менше матеріалів досліджено, однак треба враховувати в більшому ступені ту кількість свідків, які все-таки необхідно буде допитати в залі судового засідання, тому що відповідно до засад кримінального провадження суд має безпосередньо досліджувати всі докази. І якщо ми будемо говорити про ті докази, які мають нам надати свідки, то, звісно ж таки, свідчення має відбуватися безпосередньо в залі судового засідання для того, щоб або приймати їх до уваги, або не приймати до уваги прийняті відповідного рішення. Поэтому, с урахованием того, что мы будем заявлять просто 7 свидетелей, то вы будете мать уявление, что это, снова же так, еще новый час потребен для того, чтобы их всех выслушать и задать вопросы. Тем более, как вы видите, кроме двух прокуроров, есть определенная количество стороной защиты, которая выше 10 человек. Это ваши свидетели? Это те свидетели, которые мы должны допитать, но это те свидетели, между всех вопросов, их меньше, не скажу, что половину, но их меньше, где-то на 30%. А еще могут быть свидетели, которые заявили? Льоха, переведите. То есть еще оно увеличивается заработка. Ну, я не могу про это говорить, но будет заявлено и будет задоволено по вопросам стороны защиты судов. То есть, конечно, эта цифра будет увеличиваться. Правильно вы понимаете, что были какие-то важные, которые приняли до этого? Правильно вы понимаете, что были отмолены, что были отмолены без голоса. А сколько всего клуба? Те, что я себе нараховал, было 20, было письмовых, я не узнам, а есть, что до запасного суда. Спасибо. Заседание СПА началось с того, что от стороны защитников меняемых поступило предложение нафиг, нафиг трансляцию, и что-то много здесь прессы. У прессы это как-то страшно мешает проводить, наверное, взяты своего расследования, и вообще адвокаты позвонить никогда не можете запретить. И вообще им мало места, потому что все занимает, я так понимаю, пресс. Как вы документировали, я не знаю, такой... Дело в том, что недопуск прессы, недопуск активных людей, всех желающих принять участие в наблюдениях за процессом, уже говорит о том, что процесс подразумевает какие-либо махинации или какие-то манипуляции с вещественными доказательствами, информацией, подлом, все что угодно. Час времени сегодня был потрачен на то, чтобы доказать суду, что необходимо этот процесс вести при закрытых дверях. Мы, как активные граждане города и представители прессы, категорически против, потому что помимо нас за этим процессом следит весь мир. Сейчас судят не Труханова, сейчас пытаются судить систему, которая десятилетиями ворует у украинцев и остается при этом постоянно безнаказанной. Это сейчас экзамен для судебной системы в очередной раз. И если случится так, что мэр Одессы останется безнаказанным, украв при этом огромное количество денег у горожан, это будет говорить о том, что наша судебная система инфантильна, она не развивается, она не эволюционирует вместе с украинским обществом, и она нуждается в перезагрузке. Практически нет никаких сомнений, что именно так и будет, поэтому нам очень рано расслабляться. И вот я общалась с коллегами по залу, никто не верит в то, что сейчас правосудие восторжествует, но это совершенно не говорит о том, что оно не восторжествует в дальнейшем. Просто нам надо немножко поднажать и перезагрузить судебную систему в Украине в целом. Ну и не дать сделать так, чтобы это было действительно закрыто. Безусловно. Вот если сейчас примет решение проводить процессы закрытые, то на следующее судебное заседание здесь будет гораздо больше людей, которые будут пытаться пройти в зал совсем по-другому. Ну и еще, Ян, я так поняла, да, что ты уже высказала свое мнение, мнение окружающих по залу, что у меня не закончится. А как долго это будет продолжаться? Нет ли ощущения того, что затягивается процесс? Нет, вы знаете, у меня нет ощущения того, что процесс затягивается, у меня есть ощущение того, что уже все договорено. Потому что ни один суд, как вы видите, не был отложен, перенесен, все вовремя являются. А это говорит только о том, что все заплачено, обо всем договорено, и процесс не хочет затягивать именно Геннадий Леонидович, потому что это не в его интересе. Ему, видать, вот эта скамейка не очень нравится, поэтому все эти процессы будут ускорены. Это, кстати, тоже не очень хорошо. Это как раз свидетельство тому, что все уже порешалось. Но, опять же, я говорю, что любая попытка досрочно или неправильно, или не так, как должно быть по закону провести этот процесс, станет очередным пиком возмущения горожан. А вы знаете, что одесситы очень не любят, когда их считают, ну, мягко говоря, неумными людьми. Спасибо, Ян. Ну, смотрите, я вижу просто, что защита подозреваемых, она достаточно широко представлена, 5-7 адвокатов, 5-7, даже затрудняюсь посчитать. То есть зал, в принципе, забит обвиняемыми, их группой депутатской поддержки, адвокатами. Поэтому мы находимся с вами в соседнем зале, наблюдаем за мониторами. Но совершенно очевидно, допустим, я для себя могу сделать выводы, что защита подозреваемых в этом коррупционном преступлении, она пытается, скажем так, ударить по экспертизе, именно по эксперту. То есть путем, с моей точки зрения, подложным делом, которое организовано было уже, когда дело НАБУ, скажем так, было открыто, да, было организовано такое параллельное подложное дело, смоделировано специально. И по результатам этого дела они пытаются самую экспертизу, которая с точки зрения обвинения, именно с точки зрения обвинения, в определенной степени легла в основу этого преступления. Они пытаются результаты этой экспертизы нивелировать, самого эксперта вытащить из процесса, вытащить ее, чтобы она теперь стала быть обвиняемой, и так далее. Дальше уже развивать лестный процесс с точки зрения защиты, защиты этих людей, которые обвиняются в коррупционном преступлении. Я думаю, что если суд пойдет на это и не гнемлет доводом антикоррупционной прокуратуры, то будет слишком видна и очевидна ангажированность. Будем смотреть, я не знаю, решится суд на это или нет. То есть удовлетворить по поддельному, подложному, как я считаю, делу, удовлетворить вот это вот желание защиты. То есть таким образом выводя эксперта из состава, по большому счету, подозреваемого. Ну, эксперт, понятное дело, эксперт это маленький человек, на самом деле, в этой всей истории, который просто, ну, скажем так, подложил, как это у нас вводится, документ, неправильный документ, под эту всю оборудку большую, коррупционную. То есть эксперт с точки зрения, не знаю, с точки зрения законодательства, с точки зрения морали, права, то есть есть еще такие вещи, как морали, права, а суд на самом деле он должен враховывать абсолютно все аспекты, не только юридические, тем более, что процесс публичный. Я подчеркиваю, это очень важный момент. Суд должен враховывать все аспекты этого дела, в том числе и понимать ангажированность вот каких-то вещей, либо неангажированность. То есть он должен беспристрастно оценивать абсолютно все стороны этого дела. Процесс серьезный, процесс антикоррупционный. За ним смотрят, и, как я думаю, не только наши граждане, не только за ним спостерегают правоохранные органы, чиновники, то есть он показательный этот процесс, но и, конечно же, наша цивилизованная партнера. Это как экзамен. Это будет своего рода экзамен именно в системе правосудия. То есть способна она, например, в отношении правоохранителя у меня иллюзий нет. В отношении системы правосудия у меня тоже каких-то больших иллюзий нет. Но с учетом внимания к этому процессу, конечно же, хотелось увидеть именно всестороннее изучение этих всех фактов. И выводы, которые должны были, будут сделаны, они должны удовлетворять со всех сторон. Не только с точки зрения формальности, буквы закона, а в том числе и с точки зрения здравого смысла. В том числе и с точки зрения взгляда всестороннего на эти вещи, изучения этого процесса, этих всех вопросов. Потому что, конечно же, за юридической базуистикой, если суд будет, скажем так, предвзято относиться и закрывать глаза на какие-то многие вещи, которые сопровождают этот процесс, можно оправдать кого угодно, вы же понимаете, можно убить, сопровдать. У нас такова система, таковой забор. Поэтому я хочу, чтобы процесс был неопередженным. И судьи понимали, наша Фемида понимала, что этот процесс – это реально оценка, последняя оценка, я бы сказал, всей правоохранительной системе и системе правосудов. И вот если эта оценка будет, как и вся оценка правоохранительной системы нашей, то, я думаю, конечно же, неизбежно будут нужны изменения, причем изменения очень качественные в системе правосудия у нас. Потому что, ну, всем очевидно, что они украли. Украли. Просто часть общества считает, что все воруют. И это уже норма правил, норма в нашей жизни. А я хочу, чтобы все-таки сработало в данном конкретном случае правосудие. Мало того, я вас уверяю, что это только начало этих всех процессов. И будут еще процессы по Труханову и его банде. Это однозначно они будут. Неизвестно, что они будут. И, возможно, создание антикоррупционного суда. Но уверенность вот таких людей, которые находятся на лавке сейчас подсудимых, оно поуменьшит. Потому что, конечно, мы видим, что они себя здесь чувствуют как дома. Они себя здесь чувствуют хозяевом положения. Они диктуют определенные условия. Они судуют судебную администрацию. Отключите трансляцию. Давайте журналистов не пускать. Нам мало места и так далее. То есть люди себя ведут как хозяева жизни. Они глубоко ошибаются. Их время заканчивается. И хозяевами жизни, хозяевами страны будет народ в любом случае. А те, кто таким образом себя ведет, я думаю, что рано или поздно они будут отвечать за свои преступления, за свои поступки. И за свое хамское феодальное отношение к окружающей действительности.